В Северном Арктическом Федеральном Университете на проектной площадке «Точка кипения» в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров состоялась конференция «Взаимодействие власти и бизнеса в интересах развития региона», приуроченная к 85-летию Архангельской области и грядущему 25-летию президентской программы. «Ежегодно, примерно в марте, мы собираемся на одной из площадок, собираются органы исполнительной власти региона, представители реального сектора экономики, наши ученые и, конечно же, слушатели и выпускники президентской программы. Собираемся для того, чтобы обсудить наиболее актуальные на тот день и час вопросы, касающиеся развития нашего региона». Конференция прошла в формате трех дискуссионных площадок, на которых поднимались вопросы адаптации предприятий к новым условиям рынка. «Может быть, не так даже важно предположить, каков будет следующий вызов, сколько понимать, насколько мы готовы к выходу из состояния комфорта, насколько мы готовы встретить вызовы, справиться с ними и продолжать развиваться». В качестве спикеров были приглашены представители власти, руководители предприятий, эксперты научного сообщества. В ходе первой пленарной сессии, посвященной перспективам регионального развития в контексте вызова ближайшего десятилетия, ректор Софу Елена Кудряшова рассказала о возрастающей роли Арктики и инновационных проектах, реализуемых университетом. «Сегодня вместе с водорослями комбинатами, нашими партнерами СГМО и ФИЦКЕРА, мы отрабатываем новые технологии экстракции и изготовления, например, раненых повязок, принципиально нового типа, которые сегодня необходимы нашей системе здравоохранения. Мы уже, кстати, подготовили такой вот реестр наших инновационных проектов, уже направили это в правительство Архангельской области. Я знаю, что правительство Архангельской области, в свою очередь, сделало запрос в наши предприятия и бизнес-организации, а какие у них потребности». Интеграция науки и реального сектора экономики при участии государственной власти стал вторым вопросом дискуссионной площадки. «Сегодня роль университета как драйвера экономического развития региона неоспорима». «Фундаментальная наука, она двигает бизнес даже там, где подчас мы не увидим коммерческое предложение прямо сейчас, но через год, через два, через десять, через пятнадцать можно будет подойти к ученым, достать из ящичка какую-нибудь пыльную папочку, и оказывается, это наше будущее». СОФО активно сотрудничает с ведущими предприятиями Архангельской области. Научно-образовательный центр «Российская Арктика. Новый материал технологий и методы исследования» ведет проекты кластерного развития и внедряет инновационные разработки. Оперативно решая вопросы импортозамещения, по заказу Архангельского ЦБК была опробирована альтернативная схема приготовления двуокиси хлора, который используется для отбелки целлюлозы. «В университете мы прорабатываем всю технологию, то есть это и береги все народы, и хлорат, и натрия, и уже, скажем так, в условиях дефицита химикатов мы проработали, продумали варианты производства дебилерной целлюлозы, чем славилась когда-то в Санкт-Петербурге целлюлоза бумажная криминация». «По-другому уже выстраивается взаимодействие и с региональными властями. Сейчас региональные власти, а в правительстве Архангельской области есть министерство, отвечающее в частности и за НОЦИ, и за инновации, это Министерство экономического развития промышленности и науки, оно как раз эту работу со своей стороны курирует, оно помогает преодолевать те административные барьеры, которые возникают. Поэтому, конечно, новые возможности, и эта ситуация, о которой мы сегодня говорили, те вызовы превращаются в те возможности, которые сейчас реализуются». Третий блок заседания посвящен президентской программе подготовки управленческих кадров и ее дальнейшему вектору развития. Программа реализуется в Архангельской области с 1998 года. В ней приняли участие более тысячи человек. В этом году стартовал конкурсный отбор на 25-й поток слушателей. «Слушатели приобретают новые компетенции, работают над проектом, работают в команде, находят своих единомышленников по реализации каких-то своих идей и проектов. И на самом деле эти связи потом поддерживаются на протяжении многих лет. Ну и для многих эта программа становится неким лифтом в развитии, в своем карьерном росте. У нас есть много примеров выпускников, которые добились очень значительных успехов после окончания этой программы». Анна Щенина, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.